Говорит Черкесск В студии с информационным выпуском Рита Нирова. Здравствуйте! Вот некоторые темы. В Тиберде прошел форум информационных технологий в креативных индустриях «Креаитив». А в оригинальном центре выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодежи «Спутник» завершилось интенсивное обучение четырех групп одаренных детей республики. Курорт «Архиз» готовится к открытию зимнего сезона. И в картиногалерее Черкеска впервые проходит тактильная музейная выставка по темным переулкам истории. Далее об этих и других темах. 18 ноября в Большом зале Дома правительства в очной форме пройдут публичные слушания по законопроекту о республиканском бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы. Председатель правительства Карачао-Черкесии Мурат Аргунов провел совещание с вице-премьерами республики и в зависимости от курируемой отрасли каждый из них доложил о проделанной работе. В первую очередь коснулись итогов сельхозпроизводства. Отмечено, что аграриями собрано более 5 тысяч тонн кукурузы, 20 тысяч тонн картофеля, 11 тысяч подсолнечника и 38 тысяч тонн сахарной свеклы. Что касается социальной сферы, то в селе Учхи-Кен после капитального ремонта распахнула свои двери первая школа имени Ежаева на 805 мест. Отдельное внимание уделено вопросам оказания помощи семьям мобилизованных граждан. Участники заседания коснулись и нюансов социальной догазификации. Отмечено, что от жителей республики подано около 3 тысяч заявок на догазификацию, из них по 2 тысячам 312 заключены договоры. В Доме правительства республики состоялось и заседание Большого Града строительного совета Карача-Чекеси, на котором были презентованы дизайн-проекты туристических объектов, планирующиеся построить в Тибердиарх, Изи и Дамбай. Данные проекты были скрупулезно рассмотрены представителями оригинальных ведомств, а в части их соответствия и соблюдения всех правовых норм законодательства страны, после чего авторам дизайн-проектов были озвучены рекомендации по их дальнейшей реализации. По итогам заседания 6 дизайн-проектов туристических объектов получили одобрение Града строительного совета республики. Четыре проекта отправлены на доработку. Заместитель председателя правительства республики Дмитрий Бугаев и министр образования Карача-Чекеси Инна Кравченко проинспектировали ход строительства новой школы номер 7 и капитальный ремонт первой общеобразовательной школы Учки-Кена. Строительство первой в настоящее время продолжается полным ходом. Железобетонный каркас здания готов на 90%. В блоке уже начаты кровельные работы. Параллельно ведутся работы по прокладке электрического кабеля, системе отопления и вентиляции, а также монтаж огонных блоков, проложенный наружный водопровод и канализация. Начаты работы и по монтажу тепловых сетей. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева, как мы уже сообщали, прошел первый в республике директорский форум кадровый ресурс школ Карача-Чекеси «Стратегия и технология развития». Он был инициирован для решения проблемы количественного и качественного укомплектования школ республики, комментирует министр образования и науки Карача-Черкеси Инна Кравченко. Сегодня с нарастающими темпами у нас усугубляется проблема нехватки педагогических работников, дефицит в школах, поэтому мы обсуждали неоднократно с руководителем данного университета эту проблематику и мы поняли, что ее необходимо сегодня обсуждать со всеми, в том числе и руководителями образовательных организаций. Поэтому создание этого форума как раз таки продолжение той проблемы, которая сегодня сформировалась на уровне республики в целом. Для того, чтобы обсудить те проблемы, которые сегодня имеют место быть, и выработать механизмы и пути решения данной проблемы. Впервые за столетнюю историю здания проведен капитальный ремонт Государственной филармонии Карача-Черкеси. Работы на объекте были начаты в феврале этого года. Помимо обновления фасада и внутренней отделки помещений, проведено техническое переоснащение учреждения, рассказал директор Государственной филармонии Рамазан Бароков. Действительно, филармония преобразилась не только в ремонтном этапе, но и внутри по оборудованию. Сегодня полностью она оснащена для полной реализации всех планов, которые стоят перед Государственной филармонией. Это все началось с поддержки Министерства культуры Российской Федерации и правительства Карачао-Черкесской Республики. Мы с Министерством культуры получили субсидии на поддержку детских музыкальных театров и правительство поддержало это. По линии Министерства культуры Российской Федерации мы получили субсидии на приобретение оборудования, оснащение музыкальными, звуковыми, световыми, вплоть до кресел. А правительство нашей Республики поддержало все это, добавило субсидии и полностью отремонтировало сегодня нашу филармонию. В Тиберде прошел форум информационных технологий в креативных индустриях «Креатив». В рамках мероприятия были организованы семинары и мастер-классы по переводу различных сфер деятельности в цифровой формат. В форуме приняли участие более 40 представителей различных сфер деятельности, в том числе IT-специалисты, дизайнеры и художники, фотографы и ремесленники, видеографы и музыканты из Карача-Чекесии, Ставропольского и Краснодарского краев. Мероприятие объединило IT-разработчиков и других представителей креативных индустрий, которые заинтересованы в развитии навыков цифровой грамотности. В региональном центре выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Карача-Чекесии «Спутник» прошло интенсивное обучение четырех групп, подаренных детей республики по разным направлениям. Первая группа программы «Аквариумный мир. Гидробиология» погрузилась в увлекательный подводный мир гидробиологии. Учащиеся научились готовить грунт к заселению рыб, подбирать и размещать растения водного мира, стали настоящими дизайнерами аквамира. В ходе программы у ребят сформировался эстетический вкус. На заключительном этапе обучения дети посетили Тибердинский национальный парк. Вторая группа направления «Спорт» реализовала спортивные программы на интенсивных тренировочных сборах по тэквондо. Ребята улучшили свои теоретические и практические навыки, провели мастер-классы с участием высококвалифицированных специалистов, почувствовали себя настоящими олимпийскими чемпионами. Третья группа интенсива «Лиха беда начала» стала настоящими логиками и знатоками решения самых каверзных задач на смекалку. Научились критически оценивать результаты, излагать свои мысли ясно и исчерпывающе. Лаконично и емко приобрели навыки четкого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. Была проведена большая работа по подготовке к муниципальным олимпиадам. Ну и четвертая группа интенсивная профильная программа «Фортепиано» усовершенствовала свои профессиональные навыки сольного инструментального музыкально-исполнительского искусства, развила артистические и исполнительские способности игры на инструменте. Маленькие виртуозы опередили своих сверстников в музыкально-эстетическом развитии. Курорт «Архыс» готовится к открытию зимнего сезона. Здесь уже работает система искусственного снижения, благодаря чему туристы смогут спускаться по трассам независимо от погоды. Кроме экстрима, на курорте можно получить эстетическое удовольствие. Речь идет не только о красоте местной природы. Официальное открытие сезона намечено на первую субботу декабря. И в продолжение этой темы. Начальник Управления по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Республики Роберт Алботов рассказал о том, как проходит подготовка к предстоящему горнолыжному сезону и обеспечению безопасного отдыха гостей региона. По его словам, главным этапом подготовки являются учения с привлечением всех профильных органов и служб. Наряду с этим проводятся инструктажи предпринимателей, предоставляющих услуги отдыхающим. Алботов напомнил туристам о необходимости регистрации у спасателей перед выходом на маршрут. Когда человек регистрируется, как правило, он оставляет координаты, телефоны, мы знаем, сколько человек, состав группы, сколько детей. Вдруг какая-то происходит чрезвычайная ситуация, вся та информация, которая у нас есть, она нам помогает и как бы существенно облегчает оказание помощи. В общем, нам эта информация очень нужна. Если, допустим, есть даже телефон, номер, мы по каким-то моментам можем отследить, в какой зоне может там или заблудился человек, или там еще что-то произошло. Существенно облегчает. В республике в рамках всероссийской акции «Вода России» прошла очередная серия экологических мероприятий. В этом году масштабная заключительная серия мероприятий в рамках акции «Вода России» пройдет 10 ноября на берегах рек в Прикубанском районе. Подробности у советника министра природных ресурсов и экологии Карачао-Чикеси Медины Баташевой. Очередная серия экологических мероприятий по уборке берегов в рамках всероссийской акции «Вода России» прошла в Карачаево-Черкесии. В ходе мероприятия в минувшие выходные волонтеры провели уборку на экотропе Бадугские озера одноименного маршрута Тибердинского национального парка. 2 ноября волонтеры провели уборку на берегах рек Кубань, Дуд, Худес, Учкулан и Махар в Карачаевском районе республики. Сейчас в Карачаево-Черкесии, как и по всей России, завершается сезон субботников и экологических акций. Финальная серия мероприятий запланирована на 10 ноября в рамках республиканской акции «Генеральная уборка» в Прикубанском районе. Центральное мероприятие акции «Вода России» пройдет на берегу Кубанского водохранилища. В картиной галереи Черкеска впервые проходит тактильная музейная выставка по темным переулкам истории. Проект победитель грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Здесь представлены 30 объемных тактильных экспонатов, среди них копии мировых архитектурных достопримечательностей, исторических памятников регионов Северокавказского федерального округа, старинные храмы Карачао-Черкесии, достопримечательность Карачао-Горянка, копия соборной мечети Черкеска, также будут представлены копии керамической утвари и деревянной посуды, какими пользовались народы Кавказа и многое другое. К каждому экспонату подготовлены таблички шрифтом Брайля, стол для экспонатов оборудован перилами, зал оснащен напольной разметкой для слабовидящих. Выставка доступна не только для слабовидящих и незрячих, а также для всех категорий посетителей. Людям, не имеющих проблем со зрением, будут предоставлены специальные плотные повязки, чтобы они могли погрузиться в инклюзивную среду. Ежедневно в определенное время экскурсии будет проводить Тифлокомментатор. Выставка продлится до 13 ноября и вход свободный. Ну и в заключении информационного выпуска новости спорта. В Кабридно-Балкарии прошел турнир по регби среди юношей и девушек 2009-2011 годов рождения, посвященный памяти героя социалистического труда Ахеда Шаова. Команды были поделены на две группы и сыграли по круговой системе. В итоге республиканская команда комплексной спортивной школы «Победа» стала бронзовым призером и получила кубок, медали и грамоты, а также денежный приз. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. На этом информационный блок с Ритой Неровой завершен.